Дорогая Церковь, приветствую всех сердечно и поздравляю с Днём Рождения! День Сошествия Духа Святого – это и день рождения Церкви. И то, что Дух Святой делает в каждом христианине по отдельности и во всей Церкви вместе – это очень-очень важно. И мы с вами непосредственные участники этого. И нужно понимать, ну хотя бы самое основное или самые основные библейские истины, как это происходит, как Дух Святой работает, потому что Он работает в нас, Он работает через нас, Он работает с нами. Иисус Христос, Который ушёл от учеников в день Вознесения, через 10 дней пришёл к ним опять в другом виде, чтобы всегда быть с ними, быть с каждым верующим, в каждое время, в любое время и в любом месте. Я хочу предложить один текст из Евангелия от Иоанна. Это слова Иисуса Христа за несколько дней, ещё до Его голговских страданий, за несколько дней до этих событий Сошествия Духа Святого, то, что Он сказал ученикам перед тем, как расставался с ними. Этот текст Евангелия от Иоанна, 14 глава, с 15 по 20 текст. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Ещё немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моём, и вы во Мне, и Я в вас». Братья и сёстры, если вы сейчас представите, я немножко отвлекусь от текста, если вы сейчас представите телефон, или автомобиль, или, например, компьютер с каким-то программным обеспечением, то вот у каждого из этих устройств есть заводские настройки, но есть такая базовая версия, а есть дополнительное оборудование. И когда мы говорим, например, о программном обеспечении, то вот есть что-то основное, а есть дополнительное. И мы всегда стараемся, ну вот, я думаю, молодёжь, дети постарше, и кто с этим связан, они меня поймут. Мы всегда хотим сделать обновление, чтобы у нас была самая последняя версия. И до тех пор, пока возможно вот в каком-то устройстве делать обновление, мы его делаем, так называемый апгрейд, чтобы пользоваться вот всеми, всеми возможностями, которые есть. Если мы покупаем, например, кто-то покупает салон автомобиль, то эконом вариант, но это прямо совсем если нет денег. Если есть возможность, конечно же, все хотят, какой вариант купить? Ну, люкс, да, чтобы там всё открывалось, всё подогревалось, вот там заводилось и так далее. То есть мы все настроены на более лучшую версию чего-то, да? Хоть автомобиля, хоть телефона, вот, ну, так мы устроены. Нам нравится, если есть такая возможность, пользоваться всем самым-самым-самым. Знаете, я хочу сегодня напомнить некоторые истины о Духе Святом и посмотреть на нашу жизнь вот именно в таком ключе. А вот христиане мы, мы в какой комплектации? В базовой или у нас версия продвинутая? Ну, как бы эконом вариант или люкс? И как можно вот этот апгрейд христианской жизни сделать? Возможно это или нет? И вот я по этому тексту сейчас, ну, последовательно хочу обратить на некоторые мысли, на некоторые истины внимания и посмотреть. Вот в отношениях с Духом Святым, что в нашей жизни является как бы базой, основой, то, что мы имеем, ну, как говорят, по умолчанию, да, потому что мы христиане. А что нуждается в развитии, чтобы наша жизнь была полноценной, насыщенной, ну, такой, какой ее задумал Бог. Итак, первое, присутствие и действие. Мы говорим о Духе Святом. Вот здесь 15-16 текст, сейчас я его еще раз прочитаю. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть здесь Христос говорит своим ученикам, говорит к уверовавшим в Него людям, которые любят Его, которые следствием их любви является исполнение заповедей. Он говорит, «И я, когда закончится мое служение, когда я буду вознесен от земли, я умолю Отца и пошлю Духа Святого к вам». Когда апостол Петр проповедует в День Пятидесятницы, первая звучит проповедь, то он говорит там такие слова, что Бог воскресил Иисуса Христа, которого вы убили. Он был вознесен на небо, принял от Отца обетование Святого Духа и излил вот то, что вы как раз в этот день видите и слышите. То есть это то, о чем здесь Христос говорил ученикам. «Я умолю и даст вам, даст вам другого утешителя». Другой утешитель, в смысле другой, иной, но такого же качества. То есть, по сути, это Христос только в другом виде. По сути, Христос вернулся к ним в другом виде, в виде Духа Святого. И посмотрите, Христос сказал так, «Он прибудет с вами вовек». Друзья, вот в день, когда человек обращается к Богу, когда он кается в своих грехах и начинается его жизнь с Богом, мы говорим, он получает Духа Святого, он получает рождение свыше, Дух Святой приходит в его жизнь. Это исполняется то обетование. И насколько он там, ну, как бы, насколько он там приходит. Написано, «Он прибудет с вами вовек». Друзья, Бог живет в спасенном человеке. Живет Духом Святым. Христос живет. И вот это является нашим основанием. Основанием нашей жизни, дальнейшего духовного роста, основанием освящения и всего-всего. Это базовое, ну, базовое такое условие. Мы слышали сегодня текст уже из римлянам. Кто Духа Христова не имеет, тот, тот и не его. То есть без этого невозможна христианская жизнь. Дух Святой присутствует в спасенном человеке всегда, постоянно и в полной мере. И если бы этого не было, то человек бы не был Дитем Божиим, он бы не был христианином. Но это я сейчас говорю о присутствии. Друзья, это основа. Но есть еще один момент. Есть еще действие Духа Святого в жизни христианина. То есть возможен такой вариант в нашей христианской жизни, когда Дух Святой присутствует, ты христианин, но действовать ему там или сложно, или невозможно. И вот это, ну, как бы есть в этом разница. Почему у одних христианская жизнь более насыщенная и полноценная? Насыщенная не в смысле какой-то активности внешней, а именно насыщена отношениями с Богом. А у других она, как, знаете, есть еще вариант. Я говорил, базовая комплектация, да, и такая, ну, продвинутая. А есть вообще христиане лайт-версия, ну, такая вообще облегченная. Вроде бы и христианин, и не христианин. Ну, вроде бы и да, и нет. Так вот, друзья, что мы можем в нашей жизни, и на что надо обращать внимание, что мы можем постоянно улучшать? Дух Святой-то присутствует, а действует ли он? Действует ли он в нашей жизни? И это связано с тем, что он совершает и в нас, и через нас. По словам Игла, там речь идет о плодах Духа. Это то, что Дух Святой производит в нашем Духе. Это то, что он делает нас, преображает нас в образ Иисуса Христа и делает нас похожими на Иисуса Христа. Это процесс всей нашей жизни. И, друзья, если мы говорим о Духе Святом, вот об наших отношениях с Духом Святым, то Писание говорит, ну, такую ответственность или такие обязанности. Духа Святого не оскорбляйте. Духа Святого не угошайте. Поступайте по Духу. Это все сказано к тем людям, которые имеют Духа Святого, в которых Дух Святой присутствует. Но если мы будем оскорблять Его, если мы будем угошать Его, если мы не будем поступать по Духу, то есть повиноваться Ему, то Он не будет действовать. И тогда жизнь наша, она будет неполноценной, как христианская жизнь. Один брат недавно мне пишет, новообращенный, он мне пишет, мне кажется, мне кажется, что Дух Святой меня оставляет. Ну, как бы иногда оставляет или вот постепенно Он меня оставляет. И я ему отвечаю, знаешь, ключевое слово, вот в том, что ты сказал, это кажется. Тебе кажется, но Дух Святой не оставляет. Потому что Дух Святой является печатью нашего спасения. Дух Святой является залогом нашего спасения. И эта база, эта основа. Но вот вопрос, действует ли Он в тебе? Возможно, ты проявил где-то непослушание. Возможно, ты сделал грех и не раскаялся в этом. Возможно, ты угасил Духа Святого. Не повиновался Ему. И Он присутствует в тебе. Но тебе кажется, кажется, так как действие, действие его этим самым, нашим поведением может умаляться, тебе может даже и правда казаться, что Он тебя оставил. Давид, когда он пишет Псалом покаяния, он говорит такие слова. «Возврати мне радость спасения Твоего». Он долгое время находился в таком состоянии, неповиновения, в нераскаянном состоянии. «И Духа Твоего Святого не отними от меня». Друзья, я удивляюсь, насколько люди Ветхого Завета, они хорошо разбирались в богословии. Радость спасения потеряна. А Дух есть как бы опасность, но говорит, не отними. То есть, Он понимает, Дух Святой присутствует, но радости нету спасения. А почему ее нету? А потому что Дух не действует. Потому что Он ограничен нашим непослушанием, нашими грехами. Это первое. Вторая мысль. Откровение и водительство. Читаю 17-18 текст. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». В этом тексте Дух Святой назван Духом истины. То есть, Дух Святой – это Дух, который открывает нам истину. В послании к Ефесянам он назван Духом премудрости и откровения. То есть, Писание является откровением Божьей истины, оно записано людьми, которые были движимы Духом Святым. То есть, Дух премудрости и откровения открывал Божью истину людям, апостолам и пророкам, контролировал процесс написания. И вот сегодня, что мы имеем как христиане? Мы имеем основу нашей жизни, мы имеем Писание. Дух истины, который открыл или сделал возможным, чтобы у нас было Писание. И вот, знаете, мы очень часто в нашей жизни христианской, даже проповедники, так свободно используем слово «откровение». И бывает, какая-то путаница происходит. Вот в богословском смысле, в библейском смысле, откровение – это то, что Бог открывает Духом Святым, открывает человеку. Этот человек – апостол или пророк, он передает это дальше, он это записывает, какую-то часть из этого, под руководством Духа Святого. И вот результат этого – это Писание. Иногда проповедники выходят на кафедру и говорят, мне Бог открыл. Ну, открыл ни в коем случае, вот не в смысле откровения, потому что откровение уже получено. Открыл – просто у меня произошло, знаете, озарение, то есть у меня произошло в моем разуме, ну, какое-то открытие, понимание. И Писание правильно называет это просвещение. Павел говорит, я молюсь о вас, ефесяне, чтобы вот Дух премудрости и откровения, то есть Дух, который открывал истину, Дух, который помогал писать Библию, чтобы вот этот самый Дух, Он сегодня просвещал, просвещал очи сердца вашего, и вы могли познавать Иисуса Христа, познавать действия Бога, Его могущества, Его силу, вот всю красоту Его спасения. Как это происходит? Это происходит через Писание. И вот теперь, смотрите, мы в нашей жизни уже имеем Божие откровения, это сделал Дух Святой, мы имеем основу. А что теперь? А теперь второе есть – водительство. Дух Святой сегодня хочет руководить нами через то Писание, через то откровение, которое было уже дано. Писание есть, но я могу не послушен быть Божьему водительству в моей жизни, я могу не вникать в это Писание, я могу его не изучать, я могу не повиноваться Ему. Какая моя жизнь будет? Она будет ограниченная, она будет неполноценная. У меня есть Дух Премудрости и Откровения, который хочет меня просвещать, а я нерадивый, а я ленивый, я не хочу изучать Писание, я не хочу повиноваться. И от этого зависит и наша жизнь, ну или полноценность нашей христианской жизни. И последняя мысль – это утешение и служение другим. 19-20 текст, еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас. Ну и еще чуть раньше, в 16 стихе, сказано, что я дам вам, отец даст вам другого, утешителя. То есть Дух Святой назван утешителем. Знаете, это слово, оно означает не просто утешать. Вот когда трудно и тяжело, утешать, успокаивать. У этого слова гораздо большее значение, более глубокий смысл. То есть это, кто такой утешитель? Тот, ну как сказано о Духе Святом, это тот, которого можно позвать на помощь. Это тот, который пойдет с тобою рядом в твоем горе, в твоих переживаниях, в твоих проблемах. Это тот, который будет представлять твои интересы. Современным словом можно было бы сказать, что это адвокат, это ходатай, это заступник, это советник, помощник. Это тот, кто вместе с тобой пойдет во всех обстоятельствах и будет помогать тебе, и будет вдохновлять тебя, и в том числе будет и утешать тебя, и будет наполнять. Друзья, одно из действий или служений Духа Святого, быть нашим, на греческом это звучит параклетос, быть нашим параклетом, утешителем. То есть Бог в нас совершает спасение, Бог в нас вместе с нами идет в небо, навстречу к Богу, который нас ожидает вечности. Это немножко, ну немножко как будто такой каламбур получается, но это действительно так. Друзья, Бог хочет производить свою работу. И вот Христос говорит, когда наступит этот день, когда Дух Святой сойдет, вы тогда увидите, вот насколько это величественно. Вы поймете, что я в Отце, это Христос о себе говорит, а вы во мне, а я в вас. То есть смотрите, какая взаимосвязь, какая зависимость. Дух Святой в нас производит свою работу, Он вдохновляет нас, Он утешает. Это опять же основа, это база нашей жизни, а второе, это служение другим. В нас-то Дух Святой производит работу. Писание говорит, до ревности любит Дух Святой или Дух, живущий в вас, до ревности любит. Он никогда не успокоится, Он будет делать свое дело. Даже где-то мы опускаем руки, где-то мы ослабеваем, где-то Ленин нас посещает, а Дух Святой не успокаивается. Он говорит, Он напоминает, Он обличает, Он делает свою работу очень ревностно. Он говорит, ты должен преображаться в образ Иисуса Христа. Не переживай, что у тебя не получается, я помогу тебе. Мы вместе пройдем этот путь, мы обязательно достигнем вечности. И так каждому христианину. Каждому христианину. Он говорит, не отчаивайся, иди, мы дойдем, мы вместе дойдем. Он производит эту работу, но это основа. Друзья, а что более, ну как бы более полноценно? Друзья, ведь Он хочет работу производить не только в нас. Он хочет работу производить и через нас. То есть Бог хочет, чтобы каждый верующий, каждый христианин, в котором живет Дух Святой, чтобы он стал его представителем на этой земле. Чтобы мы с вами стали проводниками Божьей благодати для других людей. Чтобы мы несли Евангелие, чтобы мы несли утешение, чтобы мы поддерживали друг друга и других. Чтобы мы Христа, мы-то преображаемся в образ Христа, и это делает Дух Святой. Так чтобы это отображалось еще и в нашей жизни. И Христос здесь говорит, вот я живу, я живу, и вы будете жить. А как вы будете жить? А вы будете жить моей жизнью, потому что Я буду жить в вас. Потому что вы во Мне, и Я в вас. То есть вот это одновременно и утешение, и в то же время это ответственность. А через Меня Христос действует. Людям очень сильно нужен Христос сегодня. Людям погибающим нужен Христос. А где Он? Где спрятался Христос? Друзья, Он в каждом из нас. Он в каждом из нас. И Он не только в нас хочет действовать. Он не просто хочет только присутствовать. Мы говорили, Он хочет и действовать. Но Он не только действовать в нас хочет. Он хочет действовать и через нас. Друзья, давайте мы каждый сегодня зададим себе лично несколько вопросов. А какой жизнью я живу? Какой жизнью мы живем? У меня облегченная версия христианства или полноценная? И я хочу закончить тремя вопросами, которые обобщат то, что я говорил. Вопросы для размышления. Дух Святой присутствует во мне, а действует ли он? Становлюсь ли я похожим на Иисуса Христа? Производит ли Бог во мне плод Духа Святого? Меняется ли мой характер? Происходят ли эти изменения в моей жизни? Это первый вопрос. Второй вопрос. Дух Святой открывает мне истину, открывает Христа. Он уже это сделал. Он дал нам Писание. А покоряюсь ли я Ему во водительство? Послушан ли я Богу в моей жизни? И вопрос третий. Дух Святой утешает меня. Дух Святой очень сильно помогает мне во всех моих трудностях, переживаниях, искушениях, даже падениях. Именно Он помогает подниматься и дальше идти. А окружающим людям что-то из этого достается? То есть, может ли Он действовать и через меня тоже? Может ли Он через меня нести какую-то помощь, утешение, свидетельство другим людям? Друзья, задайте себе три вопроса. И да благословит Бог каждого из нас жить полноценной христианской жизнью. И это возможно, потому что Дух Святой с нами. Аминь.